Дай почитать. И вот в Государственном архиве Флоренции он обнаружил документ, датированный ноябрем 1452 года об освобождении женщин из рабства. Карла Вечи замечает, что это происходит полугодом позже рождения Леонардо да Винчи и что в нотариальном акте говорится, что женщина была дочерью черкесского князя Якова, а документ был подписан отцом будущего гения возрождения Пьеро да Винчи. Профессор выдвигает целую гипотезу, что угнанная в рабство на Кавказе княжна Катерина после многолетних скитаний оказалась во Флоренции и Леонардо не первый ее ребенок. Итак, издательство «Иностранка» в этом году публикует в жанре документальный фикшн книгу Карла Веча «Улыбка Катерины. История матери Леонардо». По версии Веча, Катерина – черкесская княжна, захваченная в плен и проданная венецианскому купцу в Константинополе. Попав во Флоренцию, она родила внебрачного сына Леонардо. Через полгода, в ноябре 1452 года, как мы уже говорили, была освобождена и выдана замуж за крестьянина из окрестностей Винчи, от которого она родила еще пятерых детей. Насколько эта гипотеза верна, ведь в ее основе от силы два небольших документа, я не могу объективно судить. Но интересным показалось само построение повествования, каждая глава которого – это рассказ человека, с которым Катерина так или иначе пересекалась на своем долгом пути с Кавказа в Милан, где умерла и была похоронена. Много вымышленных персонажей, но для убедительности среди рассказчиков есть и реальные исторические личности, ну, например, дед Леонардо, купец и путешественник Антонио да Винчи. «Думаю, что искать объективную историческую истину ни к чему. Лучше насладиться атмосферой и правдоподобными историческими деталями книги. 18+. Дай почитать.